Если стоит задача соединить две ПВХ-трубы, а муфты под рукой нет, то можно это сделать с помощью строительного фена. Разогреваем один край трубы и делаем гильзу. Для плотности соединения можно добавить герметика и получится герметично соединить трубу. Болгарка – это универсальная вещь, всегда должна быть под рукой, но при этом не мешаться на столе. Поэтому беру отрезок профильной трубы 40х20, зажимаю его в тиски и вырезаю пластину. Подровняв плоскость, прикладываю кожуху в шрем и делаю разметку. На полосе хватает места для размещения под три болгарки. Теперь надо вырезать эти полумесяцы. Болгаркой тут будет долго и нудно. Поэтому в таких работах выручит нас инверторный плазменный резак Ресанта ИПР-40К. Отличается высоким качеством реза и не требует от оператора больших усилий. Принцип работы основан на подаче воздуха через электрическую дугу. Плазморез способен резать детали до 12 мм толщиной. Панель управления имеет манометр для контроля давления, регулятор тока, а также индекционные лампы. Это делает управление простым и удобным. Вентиляционные отверстия расположены на корпусе инвектора. Способствуют эффективному отводу теплового воздуха, что предотвращает перегрев. Аппарат имеет систему принудительного охлаждения инвектора и автоматический поджиг дуги при контакте с металлом. Плазменный резак имеет компактные габариты и прочный корпус. Небольшой вес позволяет легко транспортировать аппарат по рабочей зоне. Резак прост в использовании и не требует дополнительного обслуживания. Поэтому всем рекомендую. А в описании под роликом оставлю ссылку и промокод на скидку в 10% на сварочное оборудование. Ну и быстро подрезав все полумесяцы, немного шлифую поверхность, чтобы более-менее подровнять. Далее привариваю два обрезка уголка, крашу в черный цвет и закрепляю к стене. Таким образом получилась простая приспособа для хранения УШМ. Сюда же в уголок переехали все необходимые комплектующие для болгарок. Все на своем месте, все на виду и легко используется в работе. Работая со шпильками и если есть необходимость накрутить много гаек, то вручную это долгий процесс. Решение простое. Берем строительный скотч. Пару витков наматываем на шуруповерт и поехали крутить гайки. Если у вас битка отказывается работать, то не спешите ее выбрасывать. Установите в шуруповерт и подточите край, сделав острый наконечник. Таким образом вы получаете полезный инструмент. Это и разметка отверстий в дереве, а также чертилка по металлу и даже неплохой кернер. Из обычной пластиковой заглушки или даже куска пластика можно сделать отличный помогатор. Беру в руки маркер и рисую самые ходовые диаметры, которыми я часто пользуюсь. Далее под каждой цифрой делаю отверстие. Теперь осталось закрепить этот помогатор поближе к сверлам. И теперь при необходимости можно быстро определить диаметр будущего крепежа. И сразу подобрать сверло для рассверливания заготовки. То есть легко определить толщину тела крепежа. Напишите какие советы вам понравились больше всего, а какие нет. Поставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также всех приглашаю вас в мой телеграм-канал и группу вконтакте. Там сейчас идет конкурс. Все ссылки есть в описании под видео. Ну а вам еще раз спасибо за просмотр и всем пока-пока.